Всем привет! Кайл снова здравствуй! Привет! Наше видео о том, говорят ли в России по-английски, набрало уже 300 тысяч просмотров и 1700 комментариев. Не будем оставлять их без внимания и пройдемся по некоторым из них. Итак... Привет, ребята, вы написали много комментариев и, по-моему, вы не... Ну, иногда вы были очень злые и считали, что я не говорил на русском и... Вообще я обидался. Ладно, первый... Первый коммент. От Супермен. Разве. Как девушка. Guys обращаются или I don't know. Guys это для всех. Для женщины, для мальчики, для мужчины. Это просто... Guys это... Это куча людей. Я думала, что guys это ребята. Нет. Guys это... Может быть несколько девочков или женщин. Фак. Guys... Фак. Нет. Guys это просто... Больше чем один человек. Это все. А пол это не важно. Это от Ульяна Кузнецова. Какого фига нам тогда это английское? Пропадаю в школе. Учим, учим. С пятого класса и нифига не знаем. Потому что... Вы не говорили на английском. Вы не обсуждаем на английском. Просто нужно практиковать. Без этого... Говорить свободно на английском это очень сложно. Просто система образования это... Нужно меняться. Потому что если... Современные методы... Они... Ну просто нужно говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить. Просто каждый день я говорю. И я слышу, и я читаю на русском. Это не так сложно. Если я могу, вы можете. Следующий комментарий. От Джей Би. Странно. Народ в основном беспардонный. Даже не останавливается, когда к ним подходят с вопросом просто как дикари. Ну по-моему, он никогда не был в Нью-Йорке. Или в Лондоне. Ну просто мы живем в городе, и... Это обычные люди. Что делать? Я не обиделся. И очень много комментариев из серии, а говорят ли американцы на русском языке. Один из них от Австралия без купюр. Приехал в страну, будь добр выучить ее язык. Хотя бы на базовом уровне. Мы не приезжаем в США, и не ожидаем, что нас будут понимать по-русски. Ну, извините, что я не узнал, что русский это был международный язык. Если ты хочешь эспрессо с водой, это по-моему значит американо. Но здесь это русский, конечно. Но в Европе, в Китае, в США, в Канаде, в Африке... Ну, американо это американо, но здесь это русиано. И английский это международный язык. И по-моему, это сложно, потому что это не ваш родный язык. Но люди в Италии, во Франции, в Германии, в Катае, в Японии, в Мексике... Они все говорят на английском, не только американцы. И вы смотрите, что я говорю на русском. Вы написали еще злые комменты у меня, потому что я просто колонизатор. Но я не знаю, если Лена выбрала этот... Давай. И что? Американцы! Знаю хоть слово по-русски! Знаю ли американцы слово? Нет! Ну, в США у нас есть много людей, которые говорят на испанском. Но если вы приехали в Брайтон-Бич, ну, можете говорить на русском. Давай еще. Говорит в США по-русски! Да, Брайтон-Бич. Да. А много ли в Америке? Американцев, знающие русский! Привет, меня зовут Кайло, я говорю на русском. Почему мы должны учить английский язык? Они к нам не идут постучать сами! Потому что это международный язык. Извините, это не был мой выбор. Просто английский это легко. А что еще? Александр! Ты в России! Они в Америке! Что-то я не видел! Что в американском? А, американцы, что ли? По-моему. По-моему, это значит Yankee Go Home. Но для меня, когда я слышу Америкос, я просто слышу, что я люблю бухать и только бухать с парфюмом. Расисты, что ли? Ладно. Поехали. Утруждали себе изучением русского языка. И говорит, Александр, И говорите на английском. По-моему, нет. По-моему, русский это сложно для тебя. А если недоволен валой, в неучую Америку, после России ты не сможешь жить в говне, как Америка? Ну, Александр, я живу в США, я живу в Европе, и что я живу здесь, это был мой выбор, потому что я люблю вашу страну, может быть, больше, чем тебя. И я хотел узнать ваш язык. Ты не решил, что ты хотел говорить на русском. Я решил, что я хочу учить русский, ну, русский язык. Говня, как Америка. А Америка это не всегда говно. Я не знаю, что сказать с тобой, потому что, серьезно, это просто тупость. Это глупость. Почему ты ненавидишь мою страну, и я люблю вашу страну? Ваш президент, Владимир Владимирович, он сказал, что между США и Россией ничего плохого, и не нужно быть друзьями. То, что ты написал, это не дружелюбие. Не дружелюбие. Кайл, еще один из самых популярных вопросов и комментариев, это о том, что, если бы ты подходил к вопросу, ты бы получал больше отклика и помощи. Как ты думаешь, это так? Я думаю, что 100%, что если мы спросим, что ты мне помогаешь, люди останутся. И даже если они не говорят английский, они будут пытаться мне помогать, потому что может быть, если говорить английский, это не комфортно, но если кто-то в проблеме, это как магия. Но давайте попробуем. Эй, вы можете помочь мне? Вы говорите английский? У-а, немного. Вы можете помочь мне, как ты идти на метро? Или где метро находится? Я могу использовать смоп. Хорошо. 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 Я говорю, что ты мне помогаешь. Это очень легко, чем, что ты говоришь английский. Это... Кайла, что ты можешь сказать в целом об уровне владения английским языком в России? Я не знал, что ожидать. Я ходил 5000 метров, и я не нашел метро. Я не знаю, что он любит американцев, или он просто миксил его номер, но это было очень долго. Я думаю, что люди просто не хотели поговорить на улице, потому что это не комфортно. Я не нужна помощь. Я не смотрела. Я не смотрела. Я не смотрела. Но, например, когда я пошла в фармаке и спросила медицин, она сказала, что я не говорю английский. И, о, мой Бог. Она знала все свои номера. Она знала, что я хотела. Она говорила мне. Она говорила английский. И, о, мой Бог. И, когда мы нашли ăn в бургер-шопе, они не говорили английский, и было круто. Но, даже если они не говорили английский, они разогнули очень трудно. Они даже взяли перевод. И если мы были в Украине, они бы просто задавали мне самую вопрос. Лучше. И лучше. И лучше. Я не знаю ни в Украине, из моих друзей, или из моей семьи, кто имеет Google Translate на телефон. Но почти все в России, я знаю, имеет Google Translate или Yandex Translate. Кайл, и еще один из самых популярных вопросов, это что ты делаешь в России? Почему ты живешь в России? Хороший вопрос. Кстати, я только что начал свой канал. Называется Blueberries and Vodka. И переходите по ссылке внизу и зацени новое видео. Переходите по ссылке ниже. И вы можете переходите по ссылке ниже. И зацени мой новый клип. Спасибо, ребята, за все ваши комментарии. Это было очень весело. Если вы хотите больше видео, просто пишите в комментариях. Я очень весело работать с этими людьми в Култаймах. Если у вас есть какие-то идеи для моего канала, расскажите мне. Вы можете следить на инстаграме. Спасибо, Кайл. Пока. Пожалуйста. Ребята, привет. Меня зовут Кайл. И я ваш новый любимый американец. Я только пью водку до конца. Это значит выпить, выпить, выпить и под столом. Я пью каждый день. Или пиво, или коньяк. Когда вы остановили свою жену? Это вопрос. Как сказать по-русски? Ну rotor. Редактор субтитров.